МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подходит к концу 62-я неделя самых жарких каникул на берегу Тихого океана. Вчера, наконец, состоялась долгожданная свадьба Полины и Вэла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любимая Полечка, я клянусь тебе, что буду любить тебя вечно. Я клянусь, что буду любить тебя до конца своих дней. Я клянусь, что буду с тобой в радости и в горе. Накануне ночью Рамаз и Вика сблизились. Однако Рамаз пока не готов признаться в своих чувствах. Рамаз, скажи, Виктория покорила твое сердце? Да ничего не покорял. В отличие от Рамаза, Дима открыто говорит о симпатии к Вике. Действительно, очень симпатична Вика, но Катя мой друг. Там был вопрос стратегии или чувства, да? Выбираешь стратегию, значит. Я не считаю, что это стратегия. Катя решила отпустить Диму. Не надо, чтобы мне поговорили. Вот, ушла девушка, к которому нравилась, потому что вы дружили. Все это из-за дружбы было. Не надо. А вот Маша брезговать не стала. Забрала Диму к себе в башню и всю ночь расхваливала Вику в расчете на поддержку. Я очень хочу, чтобы Вика уходила, конечно. Тоже не хочу. Она очень яркая девочка. Сегодня вечером в виллу покинет девушка, которая будет совсем не готова уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Не знаешь? Не знаешь, как ты выспался? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вообще тут что-то не могу умолю, но улыбку. Наслаждайся видом, потому что сегодня же будем уезжать. Давай думать о хорошем, да? Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Пусть уезжает кто-то другой. Сэси мне нравится, как девушка, и внешне, и внутренне. Это хорошо, когда совмещаются два фактора. Общение, внешность и что-то там еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как вот брачная ночь? Носкожно. Носкожно. Ваши ложи дорожали? Сразу уснулили. Сразу уснулили, не совсем. А, мы сразу уснули. Слушай, как думаешь, кто сегодня свалит? Я тебе даже не могу представить, кто это может быть. Потому что все сейчас очень хорошо дружат. Хоть есть какие-то разногласия? Разногласия? Косогладия. Как башня, Маша. Нормально, я же Диму попросила, чтобы со мной осталась спать. Ага. Молодец, Дима, красави. Реально, по ощущению, это мне разрешили спать. А то, что я спала в этом домике, мы возьмем одна, и мне тоже особо не было бы весело, это очень круто. Вообще просто. Все так о всех думают. Защитники, заботники. Ну, а ты Дима же так сделал, мог бы вернуться домой. Дима, красавчик. Да ладно, Настюк, мне это не зрелище, что Женаш попросил его остаться. Мне пофиг, он мог отказаться. Ну, я бы там вообще инфаркл получила. Ты могла прийти и сказать, он мог предложить тебе остаться с нами, спать. Я бы не была бы против. Дима, это такая пускат твоя, конечно. Но, это ч***. Да, это муть. Просто прикинь, я себя называю, и вот так, так вот Машка, и забирай диму на башню. Не, ну Машка просто боится сама спать башню, поэтому не это все диму. Что-то допущает башню. Ну, я думаю, что-то такое наивное, это капец. Мне не нравятся такие люди, которые частенько меняют свое. То здесь, то там, как буренка. Не очень красивый поступок был с его стороны, когда он пошел в башню с Машей. Когда должен был, в общем-то там спать с Настей и оберегать Настю. Все-таки это же наша коалиция. Де-фи-ле. Магазин женского белья. На-на-на-на-на-на-на-на. Итак. Итак. Девушки, сегодня вы спасательница Малибу. На пляже каждая из вас должна спасти своего бойфренда, который тонет в океане. Кто правдоподобнее это сделает, тот и победил. Победительницу выбирают парни голосованием. Ее ждет подарок от Де-фи-ле. Вот смотри, мужское голосование. Кто-то думает, что больше тебя поддержит? Ну вот берем, то есть Вика или Катя. Ну это просто для меня я просто. Ну вот кому ты больше доверяешь? Не, ну доверяю я в любом случае больше Кате. Не, ну это просто мы. Ну блин, я тебе говорю тоже как есть. Просто я говорю, то есть... Блин, Димон, ну честно, в начале с башней вот это тоже некрасиво было. Просто как сложилось, что Маша попросила переночевать с ней. И я, так сказать, пошел и помог Маше. Проблема в том, что действительно я, конечно, не подумал о том, что там Насте тоже может быть страшно спать одной. Димон, короче, фишка в чем? Надо подойти, конечно, к Натике, я не знаю, или к Настике. Просто сказать, блин, я вчера, скажи, пони... Не, ну можно, с точки зрения, почему? Так и скажи. Я скажу. Скажи, у меня вчера мозг просто... Я перезапустился, то есть я, блин, я вчера лежал, то есть задумался, ушел, и не то, что не подумал, но такая ситуация, то есть, ну извиняйте. Разговор с Димой, да, это целенаправленно, как бы, забота о Кате, потому что Катя мне очень близкий человек, она мне друг, Дима мне друг, и я очень переживал по поводу, чтобы Катя не уходила. Я не хочу, чтобы она ушла, я хочу, чтобы она выиграла и подошла до финала. Блин, Катя, я честно хочу, я вот Насте не успел еще сказать, на самом деле, реально, не очень неприятно за то, что, ну, вчера это выглядело так, как будто бы я ушел в башу, типа, вообще, как не знаю кто. Просто знаешь, как это выглядело вчера? Ну. Я тебе только сказала, Дима, ну как бы все, я, ты меня не поддерживаешь, ты мне ничего не должен, там, да, да, и ты такой сразу, раз в раз, приходит Маша, и все, ты пойми. О, вы завели мою тему? Ну да. И я тебя, я тем более убеждена в том, что я сидела с тобой, держала тебя, типа, я тебя держала, я тебя не держала, и только я тебе говорю, все, и такой раз, и все, и Дима не стала. А что тебе угадал? Я пришел, он с Катей рукався вечером, она ему говорит, Дима, я, типа, больше такого не хочу, меня это бесит, что там, вот это-то-то, вот, я разговаривала, мы разговаривали, лежали о тебе, вот, он очень хочет извиниться. Обо мне? Да, он очень хочет извиниться, он признался, что он ревнует тебя, что ты ему нравишься, тра-та-та, вот, и он бы очень хотел, чтобы ты вышла за ним, я склонила его к этому разговору. Нет, нет, я не хочу ни с кем из вас даже на секунду портить отношения, я честно скажу, что ради любого, ради любого из вас, я готов был бы сам спокойно уйти, Настя, извини меня честно, я абсолютно неправильно поступил. Ты, мне кажется, слишком много раз уже неправильно поступал, ты все, я не понимаю, когда ты начнешь уже делать работу над ошибками? Я тебе просто одно могу сказать, Дим, вот правда, я за тобой сегодня вставать не буду, мне на данный момент, на сегодня не нужна твоя поддержка, вот такая именно не нужна. Катя перегибает палку, потому что я элементарно помог Маше, а Катя реально, ну, она из этого делает непонятно что, и получается высказывает свое отношение ко мне, как будто бы я не то, что даже параллелен ей, а как будто бы я неприятен. Знаешь, какая ситуация может быть, она может пойти к Мише? Может. А Настя пойдет к Диме. Да, и Дима скажет, Миша мой друг, и я никак не могу не поддержать Настю. Да, но я с иммунитетом, если у меня иммунитет, я хожу за Димой, Настей и домой. Да. Мне менее интересно Насте, потому что мы с ней не общаемся, и я считаю ее пассивной. Ты можешь спокойно забирать Диму. Мне твой Дима не уперся ни в одни ворота. Лагеря-то существует. Дима, Дима! Был себя лед. Конкурс у нас называется «Спасательница Малибу». Ребята у нас пойдут тонуть. Я сразу скажу, что я буду парить Диму сегодня. Кто правдоподобный в 8-м героем подполучает приз от дефиле. У-у-у! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Победили у нас три сними! У-у-у! Поздравляем! Ты по праву стал победительницей конкурса «Спасательница Малибу». Спасибо. Дефиле дарит тебе этот комплект белья, чтобы ты всегда чувствовала себя особенной и сексуальной не только на пляже. Вау! 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 Очень быстро, Дима, ты меняешь сомнение. Ты был нереальным хорошим мне другом. Сейчас я вижу это хороший друг для Маши и Юйкио. Для меня вообще не друг. Ну? Я с ним не общаюсь в метафорке, я общаться не собираюсь. Все. Дима. Подожди, а как же... Ты же спасал его сегодня. СМЕХ Я так решила сделать просто очень здорово. Вот так вот, Жаня. Для меня еще странно, сначала спасает, а потом... Почему, Вика, ты выбрала именно пару себя с Димой? Когда дайфи? Да, короче, все понятно. Суета перед женским голосованием. Все как обычно. Никто не хочет, типа, уйти. Вика, ты помнишь, что ты мне говорила? Что? Когда мы сидели там. Я не считаю, что я могу вспомнить. Потому что я хочу уйти, потому что я хочу уйти. Не-не-не, только вот. Я могу тебя убрать. Я не так тебе скажу, что я считаю, что ты здесь пассивная. Да, я могу тебя убрать. А что, а в чем пассивность? В том, что она не дает, не дает Миши, что ли, в этом пассивность? Ты что, гордишь? Это вообще меня не касается. В чем пассивность? Вот я просто не вижу, в чем твоя жизнь здесь. Если смотреть по логике, вот на данный момент слабое звено, это Вика. Я тебе сразу скажу, если у тебя иммунитет, вставай за мной, потому что я не дам тебе убрать Настю. Потому что ты можешь спокойно, абсолютно спокойно себе забирать Диму. Мне этого Дима? Не упер. Дима, на твоем месте я могу не убрать. Вечером будет вино. Дима очень быстро переоблевает. Подожди, а ты вот, ты называешь его своим другом, да, и ты вот сейчас говоришь, можешь забирать Диму. Вот на месте Димы я бы тебя послал на три буквы, вот по-хорошему. Пока ты спал, пока ты спал, ты не знаешь, что происходило. Мы вчера сговаривали с Димой. Ну ты все, не надо мне тут высказываться. Ты просыпаешься, если ты не общаешься с нами, ты не знаешь, что происходит. Слушай, я вижу объективно ситуацию. Я вижу, что за столом ты сейчас сидишь и, вау, забирай Диму, он твой. В курсе, фу. Как будто мне больше не было выбора. Дима, вот, что мне Дима-то? Есть эмоции, иди так. Потому что потом меня в этом обвинять. Ну так это взять мне. Диме, раз если у него есть эмоции, а он сидит рядом с тобой, понимаешь? Мы ни один из нас не виноват в том, что он себя так ведет. Я считаю, что Катя повелась себя неправильно. Это было жестко. Я считаю, что Дима ничего плохого не сделал. И как раз в этом разговоре было очевидно то, что все-таки лагеря-то существует. То есть, короче, если на Рапуле была сказала, что должна выйти я, значит, иду я, да, была? Спасибо. Мы неосновидящие все. Слушай, а если бы мне задали вопрос, я просто сказал, чтобы ушла ты. Да, ты что? Да. А с чего это уже пришли? Ты пассивная здесь. Ты не считаешь отношений. Я бы хотела, конечно, чтобы ушла Катя. Потому что Кате мне менее приятно. Кате неприятно Вике как человек. С Полиной у них конфликты. И это логично, чтобы ушел человек, которому у меня нет симпатий человеческих. Ребят, если я уйду сегодня, ничего не изменится в моей жизни. Если ты месяц провела, то, что за брия? Это не так, что это логично. Это логично, что это логично. Нет! 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 На самом деле на девичнике показывали всех, кроме меня и Насти. Ну, в основном, да. У нас там звезды, ветчая была Вика и Полина. Все. Нормально! Нормально! Поведение девочек было, ну, вообще, ну, то есть... Ладно еще в жизни, когда ты вокруг своих именно друзей, но когда ты на проекте, зачем напиваться до поросящего визга, все это увидят потом. И увидят и твои родители, и родители твоего мужа, как бы, и я считаю, что это не совсем правильно. Боже мой! Моя память ровно обрывается на том, как я танцую со стриптизером каким-то. Все, дальше я ничего не помню. Это кто, Полина? Полина меня больше рассмешила. Когда она была пьяная, она падала постоянно, то в бассейн, то, когда в номер заходила. И я просто смеялся. Там не было какой-то измены, каких-то непонятных жестов. Вот. Я умилялся, восхищался. Слава Богу, Господи! Я думал, что вообще ничего такого не было. Слава Богу! Нет, я думал, что не совсем ничего такого не было. Я думал, будет хуже. Но в целом я не видел такого ничего вау, чтобы там разврат или там еще что-то. Да, Полина отрывалась. При этом она кричала, Масюня, я люблю тебя. Ну, напились девочки, да. Хуже был наш мальчишник. Мальчишник! Ура! Да! Не умеет! Мальчишник! Дай мне, дай мне. Мальчишник на славу, честно. Ну, как мальчишник на славу? Для Вэлла это круто. Мы когда заходили, сразу встретили нас два мордатых мужика в юбках. Трансы, то есть. Я сразу в сторону. Ну, как бы я к этому вообще отношения не имею. Это жесть. То есть я к этому вообще не знаю. Я вообще не знаю. Это противно, это гадко, это мерзко, и это стыдно должно быть. Ты целуешься с ней? О! 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 Когда Вэлл целовал каблуки трансов, это было ужасно. Смотри, смотри, на том числе. Слышишь? Ты имеешь в том, что вы имеете? Когда увидел вот эти вот странные поцелуи сисек транса, для меня это просто был шок. Вэлл себя ввел отвратительно, просто отвратительно. Мне кажется, ну, как может мужчина связаться с трансиститами именно так? Для меня он не мужчина уже давно, правда, но каждый раз он об этом подтверждается. Да, это все. Если бы так случилось у меня, я бы, наверное, в этот же день подала бы на разбой. Что? Из-за чего ты домой поедешь? Из-за этого? Я не знаю, что ты будешь с тобой с этими мужиками. Я? Да я ни с кем там не сыловался. С кем это поцеловался? Я ни с кем там не сыловался. Показали твой поцелуй. Какой поцелуй? Засал все. Бред полный, там не было ничего. Ты что, рухнула? Во-первых, это не мужики, это трансы. Это немножко другое мышление. Ну, это ужасно. Мне, во-первых, очень... Просто ужасно. Сексапильная. Батюшка. Просто не переживай. Я не знаю, что тебе не спасти. Не, ну все в порядке. Любишь? Целовался с ним. Да я не целовался. Ты что, рухнула? Целовался. Нет, мы сосались языками, но поцелу не было. Все будет. Поэтому мы поцеловались. Как ты мог это сделать? Ну, ты понимаешь, что мужиком целовался? Я не целовался с мужиком, тебе клянусь. Ты целовался с странцами. Я тебе клянусь. А с странцами, да? Адекватная, нормальная девушка вообще по логике, она, я не знаю, ну разозлится, не будет разговаривать, я не знаю, там расстанется. Но Полина позлилась минут 15, они опять помирились. Это стандартные отношения их. Я сколько раз говорил, что в их ссоры никогда не верил. Они ругаются, через 15 минут они чпокаются, занимаются сексом. Поэтому у них это стандартно. Ты хочешь сказать, что если за тобой буду я и Катя, ты поддержишь меня? Да. Я приветствую вас на церемонии выбора пар. Под ударом сегодня Катя или Настя. И ту, и другую может поддержать только Михаил. Субтитры сделал DimaTorzok на мнение на родителей, смотрит шоу. Ладно, если ему все равно на мнение своих родителей. Но знают, что у тебя завтра свадьба. У тебя завтра свадьба. И он взрослый мужик, ему 28 лет. Но он должен осознавать и понимать, что вообще без вариантов себя так вести. Да ну фу, блин, это настолько ужасно. Я с вами там связался, вау, я не могу просто, это трэш, это так мерзко смотрелось. Ладно, что он говорит, да, там я на ноге, я на ноге, там, так далее, там подобное. Ну зачем такое творить? Вика, можно тебя на секундочку поговорить? Можно? Мне Вика нравится, и она нравилась. Просто произошли некоторые события, которые как бы не самые приятные. И я говорил не самые приятные Вике, в сторону Вики. Но все равно, как бы, я считаю, что... Не, честно скажу, мне бы очень хотелось, чтобы она осталась. Тебе и я не считаю, что это что-то серьезное, но мне до сих пор очень неприятно мое поведение отыскать позавчерашним вечером. Ребята! Ты не достоин от таких слов вообще, и я не достоин, чтобы говорить такие слова. И мне честно, мне очень неприятно, я хочу действительно искренне извиниться, то есть за такое как бы... Ты знаешь, вот если бы, ну, не алкоголь на пьене, да, если бы я понимала, что ты это говоришь на трезвую голову, я бы навряд ли эти извинения не приняла бы, да. Но так как я понимаю, что мы реально совершали, мы в тот день все были неправы, да, в какой-то степени все были невменяемы, поэтому я принимаю твои извинения. Спасибо большое, что на самом деле не очень. Потому что я тоже как бы за мир во всем мире, да, не хотела бы, чтобы была какая-то накаленная обстановка, и не хочу вот этого игнора и так далее. Поэтому давай пожмем друг другу руки, все, и не будем ругаться, я надеюсь. Я просто тебе честно хочу сказать, что ты мне действительно симпатична. Ты говорил мне о том, что в любом случае ты будешь поддерживать Катю, и я не хочу рисковать выходить с тобой, чтобы в итоге уйти. Мне как бы, потому что я не могу до конца тоже сейчас взять и поверить тебе, что ты искренен. Я понимаю, что ты не можешь до конца мне сейчас взять и поверить, ну, мои слова, но... Ты хочешь сказать, что если за тобой выйду я и Катя, ты поддержишь меня? Да. Привет, Стэйси. Привет. Как дела? Хорошо. Как ты провела эти дни на Виле? До среды, до того, как мы раскрыли мой секрет, было тяжело. Но сейчас мне намного проще, потому что я могу спокойно сейчас общаться с ребятами, не думать о том, что я что-то от них скрываю. Твои отношения с ребятами сейчас изменились после того, как мы озвучили, что это было испытание на день? Я думаю, что после этого испытания у всех ребят есть сомнения по поводу меня. То есть они относятся к тебе сейчас с опаской, правильно? Я думаю, что хорошо, а ко мне относятся все, но чуть-чуть с опаской. Хорошо. Это как бы незаметно. А что касается тебя и Вадима, я так понимаю, что у вас есть симпатия, правильно? Угу. Как-то ваши отношения развиваются? Да, мы узнаем друг друга. Мне нравится с ним проводить время, с тех людей с Вилой, с ним интересно разговаривать. Он смешной, очень смешной, да. Стэси, ты зашла на Вилу в понедельник. Эти три сложных дня. Свадьба, оракул. Вот сегодня, перед голосованием, твое мнение изменилось? Вот какие ребята вообще? Как они себя преподносят? Как они проявляют себя? Да, сегодня пятница. Я заметила, что ребята, да, находятся в более напряженном состоянии. Раньше я думала, что идет Вика, и она была сама в этом уверена. Я сказала, что красиво она идет и так далее. А теперь я вижу, что есть шанс, что идет не Вика, а что может быть идет Катя, потому что она с кем-то поссорилась, и у нее нет поддержки. И теперь она может нервничать, да, потому что у нее есть шанс уйти. И у кого еще? И у Насти. Ну, а ты не нервничаешь, что можешь уйти? Я не особо. Я думаю, что если моя судьба уйти, значит уйти. Стэси, ну ты знаешь, что на церемонии выбора пар я, как ведущая, всегда предоставляю иммунитет. Допустим, представим, что иммунитет сегодня будет у тебя. Как ты им распорядишься? Я понимаю, что если у меня будет иммунитет, я смогу решить судьбу девочек сегодня. И встать, например, там за Мишей. Не знаю, что-нибудь такое сделать. Но мне это неинтересно делать. Я стану за Вадимом, поэтому та девушка, которая станет за Вадимом, ей придется уйти домой. Хорошо, я поняла твою позицию. Спасибо тебе огромное, спасибо за разговор. Я надеюсь, что это твоя не последняя медитация. Увидимся на церемонии выбора пар. Спасибо, Боня. Готовься. Если сегодня реально получится такая ситуация, что я уйду, это очень может получиться на самом деле сейчас. Пожалуйста, поддерживай карточку, докуменционал. Не уходи, я тебя очень прошу. Не уходи на следующем году, поддерживай карточку, докуменционал. Я тебя очень прошу, пожалуйста, не уходи. Ей нужна будет поддержка. И мне никого не останется, если ты уйдешь. Я сейчас в шоке вообще. То есть получается так, что мне будет жопать. Может. Нет, я не прошу любому. Хорошо? Да. Обещаешь мне? Обещаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Я приветствую вас на церемонии выбора пар. Через несколько минут кто-то из вас покинет эту вилу навсегда. Сегодня это будет девушка. В начале этой недели я думала, что иммунитет... Продолжение следует... Екатерина, я надеюсь, что ты воспользуешься иммунитетом по-честному. Тем более, что ты сегодня будешь выходить последнее. Итак, мы начинаем нашу церемонию. И первой пойдет делать свой выбор Настя. Очень странно, да? Наконец-то мы можем опять жить вместе. У вас за этой неделю что-то изменилось? Я очень соскучился сейчас. Я очень соскучилась. Мне нравится, что ты так влияешь на Михаила, Настя. Он правда цветет, у него глаза горят. Итак, следующий пойдет. Полина, иди ты. Я иду к своему мужу. Здесь вопросов нет. Я люблю его, только с ним представляю здесь жизнь. Хорошо себя чувствуете? Прекрасно. Не знаю, я хочу верить людям. Тот выбор, который я сделаю... В моем сердце это будет справедливо. Виктория, ты идешь следующий. Не знаю, я хочу верить людям. Я выбираю Диму, мы сегодня с ним поговорили. Я надеюсь, что он был искренен, да, в своих признаниях. И я просто хочу верить ему, вот и все. Дмитрий, всего-навсего нужно было поговорить. И чуть-чуть побольше уверенности. Итак, следующий пойдет. Стэси. Ну, Стэси уже сказала мне, к кому она пойдет. Конечно. Расскажи всем, почему. Потому что не хочу решать судьбу у никого из проектов. И, во-вторых, думаю, что Вадим поддержит меня в любом случае. Мне кажется, Вадим ждал чего-то другого. Я видела его взгляд. Хорошо. Маша, делай свой выбор. Итак, почему Ромас? Приятный сожитель. Очень приятный сожитель. Я такой. Екатерина, сейчас очень сложный и ответственный момент. Ты можешь подумать, если хочешь, подумай вслух. Это действительно будет сложный выбор. А мне на самом деле не так сложно думать, потому что, в общем-то, меньше человек, которым неприятно, и все остальные сегодня отвернулись от меня. И, в общем-то, большая часть хочет, чтобы я ушла. Но ты сказала сделать по справедливости. И я не знаю, для кого это будет справедливо, но для меня будет так справедливо. И тот выбор, который я сделаю... Моим сердцем это будет справедливо. Я думаю, сегодня мне будут аплодировать все мои друзья. И Виталик, и Миша, и Эрик, и Оля, и все. Потому что в последний раз, когда уходил Виталик, он мне сказал, Кать, ты знаешь, что делать? Я убираю Вэлла. У меня был шок и, наверное, презрение. Она разбила только вот на возрожденную пару семейную. Все эти люди принесли мне очень много негативных эмоций. И моим друзьям. И так как мы идем до финала, все почему-то считают, что должны они идти до финала. Но Вэлл может и один дойти. Тем более они нашли друг друга, и они уже муж и жена. Сегодняшним поступком Катя показала всем, что она, как раз таки, тот человек, который не достоин финала. Который не может вести честную борьбу. На проекте торжествует безжалостность. Отсутствие вообще каких-то моральных принципов со всех сторон. Нет. И то, что так поступают люди. Вэлл, ну если рассудить, то Екатерина сделала выбор в пользу того человека, который ей менее симпатичен. С кем она меньше всего общается. Это полная чушь. Я на сто процентов уверен, что Катя выдумала эту историю с Димой, чтобы специально поссориться. Всем сказала, что к нему не выйдет. По сути, она напрашивалась на иммунитет. Полина, подойди, пожалуйста, ко мне. Да ладно, успокойтесь, все хорошо. Вау, я здесь! Полина, ты можешь сказать ребятам все то, что чувствуешь и хочешь сказать. Любимая моя, я тебя буду ждать. Я желаю тебе только победы. Я уверена, что ты дойдешь до конца. Не смей никуда уходить, не смей уходить за мной. Я знаю, я тебя оставляю в руках моих двух любимых девочек. Это Викули и Машули. У тебя есть друг Ромас. Не опускай руки. Ты достоин, достоин победы. Василечки мои, ну не плачьте. Но жизнь не заканчивается на этом. Это всего лишь игра. Я получила свое, я нашла здесь любовь. И я каждому из вас желаю идти вот с этим чувством в сердце. Катя, ничего страшного. Катя, я бы никогда так не сделала. И девочки это знают прекрасно. Но я все равно желаю всем удачи. Любимая, я тебя очень-очень люблю. Я говорила, что я хочу, чтобы ушла Полина. И я довела это до конца. И вот лично для себя я выросла в своих глазах. Ребята, вы можете подойти и попрощаться с Полиной. А никто не ожидал, что Полина уйдет. Маша, Ромас и Вика не расплакались. Вадим и Стейси были в шоке. Я думаю, Миша, наверное, был в своем бездумании. И по поводу того, что они поженились. Я считаю, лично мое мнение, что им вот это расставание пойдет на пользу. Я считаю, что я не верю в это. Я действительно не думала, что я буду говорить эти слова тебе. Но твои лучшие каникулы в Мексике и вообще лучшие каникулы в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Вы стали моей реально второй семьей. Черт возьми, я здесь провела почти год. Все, я ухожу, я счастлива. Это мои лучшие каникулы в жизни. Аплодисменты тебе, Полина. Господи, черт возьми, я благодарна этому проекту, потому что здесь я ошибалась, здесь я вела себя плохо. Там ходишь, чтобы я тебя в стекла. Я не вынимаю. Ты мне была идеей. Ты стояла и провоцировала. Посмотри, что с ним сделали из-за тебя. Я сегодня столько лет. Гус. Я что сегодня пережил? Ты ни в чем не виноват. Каникулы в Мексике – это для меня не каникулы, это для меня настоящая школа жизни. Шиколадно! 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 Гус. Сначала успокойся. Сначала успокойся. Кого ты из меня сделала здесь на каникулах? Кого ты сделала из меня здесь, а? Получилось! Та-да-да-дам! Я выиграла. Ваши аплодисменты! Мне проект дал моего любимого молодого человека. Прекрасно помню этот день, когда я сидела на красном диване возле бассейна и увидела глаза Веллы и влюбилась сразу. Мне нужен ты, ведь ты в ответе. Твой образ в каждом силуэте. Но перегружены все дети. Офлайн твой статус в этом месте. И у меня под кожей. Без друг друга не можем. Но будь со мной осторожен. Под кожей, о боже, о боже. Мы приближаемся к финалу. Ты ее понимаешь, вчера такой день был, да? А сегодня ее с тобой нет. Для меня Катя пустое место. Я буду... Скажу вам честно, друзья мои. Я до конца не поняла, был ли Катин выбор справедливым или нет. Но в любом случае, сегодняшняя церемония говорит о том, что мы приближаемся к финалу. До конца каникул в Мексике осталось всего-навсего три недели. Спасибо вам за церемонию и удачного вечера. Я пока не могу представить свою жизнь без нее. Я прекрасно понимаю, что она никуда не ушла. Она в моем сердце. Мы встретимся обязательно. Но она настолько стала родной для меня. И не могу секундочки без нее просто. Просто не могу. Четыре шага. Это твой выбор. Все хорошо. Не знаю, долго думала, сделать или не сделать. Выбор сильный. Выбор сильный. Мне это очень важно сделать. Дико вообще. Жучайше. Я еще последняя, когда шла, я готова была к тому же. Думаю, блин, может вообще к Диме подойти? Думаю, нет. Я здесь большинство времени провела без отношений. У меня были только дружеские тандемы какие-то. В Элла всегда была защита. А теперь я хочу посмотреть, как он, в общем-то, побудет в моей шкуре. Как он побудет без какой-то поддержки, без любви, без отношений. В Эллу сейчас будет вообще, ну, у него два варианта. Либо рвать и метать, сейчас просто все. Слушай, я сейчас вообще с ней общаться не буду. Пошел. Она хочет дойти до финала. Конечно, она будет устранить своих соперников. Они для нее соперники номер один. Понимаешь? Ты должна быть сейчас в паре с Вэллом. Или наоборот. Либо я крымазу, но к Вэллу ты крымазу. Я считаю, что Вэлл много дал этому проекту. И при любых раскладах я буду поддерживать его. Я немножко недооцениваю вообще все, что происходит сейчас. Это такой контраст. Ты его понимаешь вчера, да, в такой день был, да. А сегодня я с тобой нет. Понимаешь? У меня это не укладывается в голове вообще. Просто понимаешь? На следующий день после свадьбы забирает его жену. Что-то за... Я вообще не понимаю. Я не понимаю вообще этого. Просто мне не укладывается в голове. Просто понимаешь? Я скажу, что Полиночка, когда выходила, она улыбалась. Наставила на церемонию. Мы вот даже вот только спускались, она улыбается. Говорит, ты чего улыбаешься? Она говорит, я люблю тебя. Она говорит, что скажешь, что будет? Скажи, я люблю тебя, не волнуюсь. Понимаешь? Это вообще просто... Мы стоим тоже, видишь, улыбается, улыбается. Я понимаю, что что-то вообще... Знаешь, не со мной это происходит. Это шок, естественно. Два шока, я бы так сказал. Один шок, то, что ушла Полина. Но второй шок, что это сделала Катя. Наверное, больше всего этот шок, потому что я уже как ранее говорил когда-то, что вот это псевдо ее воспитание, о котором она говорит, прикрывается. То есть мое воспитание мне бы не позволило расстаться, да, людям, буквально вот сыгравшую свадьбу. Ты сейчас, как мне кажется, по моему воспитанию подставила своих родителей, свое воспитание, подставила своих друзей, потому что я себе подобных людей не ищу. Рамас, мои друзья со мной согласны. И сделали точно так, чтобы... Кто? Миша, да я в жизни уверен, что никогда с тобой за этот поступок не будет согласен. Я тебе клянусь, потому что он в силу твоей дружбы не может тебе этого сказать. Ты псевдодруг. Я просто о чем тебе говорю, что лицемерие, что такое лицемерие? Это человек, когда надевает маску, улыбается, а потом... Я не говорила, что я ее люблю. Я всегда говорила, что это неплохо. Полин, ты всегда была за отношения, за то, что черт водили, да, мне такой вот сейчас... Я не хочу заводиться, черт, дай мне успокоиться, пожалуйста, пожалуйста. Я реально хочу успокоиться, просто этим поступком я бы подвел, наверное, своих родителей, если бы я даже согласился. Понятно было бы, если бы я Настю убрала бы, я подвела бы, и своего друга убрала бы. Я убрала человека, который мне был неприятен. Ты понимаешь, что такое лицемерие? Который меня всегда провоцировал. Это не лицемерие. Почему ты поздравлялась со свадьбой? Подожди. Это мой выбор. Хорошо. Потому что в дань уважения. Это не лицемерие, это уважение. А, это уважение? Что я на свадьбе не ругалась людям. Ты уважаешь человека, которого ты уважаешься. Это в дань уважения. Что праздник такой? Я не имела фразы по-другому. Катя, я вхожу в твое состояние с одной стороны. Подожди, подожди. Я вхожу в твое состояние одно. Ты сильный человек, ты молодец. Я не хочу... У меня по жизни, какой бы ты сейчас был, у меня нет статанного, чтобы мы все там на тебя. Потому что я... Но я бы никак джаток не сделал. Хорошо, кого я должна выбирать? Давай, Роман, с кого я должна выбирать? Да кого угодно, Машу, ее, да кого. А с чего? Никто бы не обиделся. Я к Веге плохо не отношусь. И к ней не отношусь плохо. А чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Я говорю антипатии. У тебя сейчас защита. Я тебя понимаю. Я тебя не засаживаю, ничего. Я тебе просто говорю, что наше с тобой воспитание, к сожалению, ты говоришь, я полкабардинка. Роман, все потому, что у нас была война все это время. Вот и все. И она не заканчивалась никогда. Для меня, Катя, пустое место. Знаете, как собака лает, пароход идет. Бесполезно доказывать что-то человеку, который говорит на другом языке. Я буду просто игнорировать. Ты море, в твоей любви хочу так путануть я. Ты солнце, твоя улыбка сводит меня с ума. Ты небо, прошу, и не плачь с тобою я навсегда. Ты, Полина, любимая моя. Я море, волнуйся, бежать я солнце. Так, ну, я убрась, я небо. Ты больше без тебя я ветер. Я ветер, тебя нежно касаюсь, я пламя. А потом твоих раздаваюсь, я посту. Я жизнь для тебя, я счастье, я любимая твоя. Я сам не спою, когда тебя не ду рядом. Холодный кофе, бессонница, к черту дела. Наверное, рано, что нам путься адом. Я так хочу тебе, Полина моя. Ты ветер, так нежно ласкаешь. Ты меня, ты пламя. Мне не прожить без твоего тепла. Ты воздух, я задыхаюсь, когда я без тебя. Ты радость, Полечка моя. Я море, волнуйся, бежать я солнце. С тобой я улыбаюсь, я небо. Я дочь, я без тебя, я джин. Я любимая твоя. Я ветер, тебя нежно касаюсь, я пламя. А потом твоих раздаваюсь, я жесток. Я жизнь для тебя, я счастье, я любимая твоя. Я счастье, жизнь для тебя, я счастье, я любимая твоя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok